Коронавирусом переболела уже давно, рассказывает Ирина. Как только узнала, что в одном из крупнейших торговых центров города открылся стационарный пункт вакцинации от COVID-19, решила зайти, чтобы обезопасить себя от повторного заболевания. Убеждать Ирину не пришлось. Ключевым фактором в принятии решения был опыт близких. Многие родные, знакомые, сделают прививку, и в принципе у них все в порядке, не болели. Мне даже здесь как-то спокойнее дело, так как здесь меньше больных людей, как в поликлинике, например, куда уже идут изначально больные люди на прием. Процедура вакцинации в мобильном пункте ничем не отличается от той, что проводят в поликлиниках города. Перед инъекцией обязательный осмотр и консультация врача. Алексей изначально не желал делать прививку, но положительный опыт коллег убедил его в правильности принятого решения. Друзья все прививаются на работе. Я вот один из последних решил тоже не отставать от них. Привился. Медики утверждают, что прививка в настоящий момент словно бронежилет на войне с инфекцией. Она помогает выработать иммунитет и вкупе с ношением маски максимально снижает риск заражения. А также тяжелого течения инфекции, если все-таки человек ее подхватит. Важно вакцинироваться именно сейчас, потому что впереди пик сезона респираторных заболеваний. А это является фактором риска. Поэтому врачи рекомендуют сделать прививку не только от коронавируса, но и против гриппа, соблюдая интервал между инъекциями в один месяц. Максим Магомедов, События.